Давид Чеботарёв меня спрашивает, что, на ваш взгляд, является самой распространённой ошибкой восприятия других людей? Иллюзия понимания. Вы с этого начнёте, ну, почти начнёте курс КТО онлайн. Это когнитивное искажение, иллюзия понимания, которое состоит в том, что мы с вами находимся... Вот вы себя вспомните, вы не можете себя вспомнить, вы это тоже узнаете, потому что есть так называемые ложные воспоминания, и наш мозг, когда вы были маленькими, был совсем другой, и ваши детские воспоминания не сохранились, просто потому что к этому моменту, пока вы выросли, те клетки умерли, а новые связи народились, и вас совсем другой мозг на самом деле вспоминает. Но если вы даже поговорите с ребёнком, или себя вспомните, вот ребёнок, он считается в чём-то вообще неправым. Ну вот, вот прямо вы с ним пообщаетесь, для интереса, ну вот, пусть он вам скажет. Он вам скажет, он всё понимает, он всё знает, он про всех всё решит, и так далее, и если вы ему что-то объясняете, он ещё на вас так смотрит, говорит, ну да, всё очень интересно рассказываете. Значит, а что у него в мозгу есть, кроме синего трактора моего любимого? Они пока дети, в 25 лет мозг зреет-то окончательно, понимаете? А что он в 5 лет, что он в 10 лет, он ничего не понимает, там дырка, понимаете, дырка от бублика пока, а он ещё мозг-то не сформировался, знает и нет. Но уже есть ощущение, что всё понятно. То, что есть ощущение, что вы всё понимаете, это наша иллюзия, наш когнитивное искажение, которое вы осознаёте только в тот момент, когда вдруг жизнь наносит вам сюрприз. То есть вы живёте, вам всё понятно, вот вы считаете, что вы впервые всё делать правильно, всё хорошо, потом вам изменяют. Вы такие, о-о-о. Ну, знаете, была иллюзия. И так, в этом момент, ах ты, скотина, всё, я знал про тебя. Когда-то в осознание пришло. А до этого же тоже всё понимали. Тут всё понимаете. Вот, да, и поэтому это иллюзия, понимание, и её очень важно, как говорил Сократ, я его люблю, он хороший был, денька-то, вот, он говорил, я знаю только то, что ничего не знаю. Но другие не знают даже этого. То есть мы все живём в иллюзии понимания, и Сократ, говоря о том, что он ничего не знает, на самом деле превращает себя в сосуд, в который может попасть больше знаний, больше информации, больше пониманий, и из которых он составит более точную картину происходящего и сможет предпринять более правильные шаги в реальности. Вот, поэтому борьба с иллюзией понимания – это один из ключевых, как бы, таких форпостов нашей эффективности. Вот, поэтому не удивляйтесь того, что красная таблетка онлайн, так сказать, вам про это даст и упражнения, и практику, и так далее. Редактор субтитров А.Семкин